Всем приветики! Меня зовут Александра Никитина, а значит в эфире программа 4 четверти. Сегодня в выпуске поговорим о бездомных животных, научимся побеждать страх, рисуя, и узнаем, чем занимаются на каникулах юные губкинсы. Лето – пора ярких красок. Часто летние пейзажи завораживают и вдохновляют художников на новые работы. А вы часто рисуете? Я, например, обожаю это делать. И неважно, в компьютере, в планшете, на листах. Если есть идея, могу рисовать часами. Недавно узнала, как можно сделать веселого монстра. Для этого нужны краски, пипетки, трубочки и посмотреть наш первый сюжет. Да, кстати, он будет полезен и для ваших родителей, поэтому обязательно позовите их к экрану. Здравствуйте! Меня зовут Коношенкова Мария Николаевна. Я работаю педагогом-психологом в Боус-Кош. И сегодня мы поговорим с вами о терапии рисунка. Рисование с уверенностью можно назвать уникальным видом деятельности. Здесь удивительным образом сочетается игровая и учебная деятельность. С помощью рисования можно получить новые знания. Родителям полезно знать, что детский рисунок можно использовать как инструмент развития, обучения и даже коррекции эмоционального состояния. Многие психологи используют детский рисунок для диагностики эмоционального состояния ребенка. Я, как специалист, не советую родителям самостоятельно проводить диагностику. Важно помнить, что рисунок является вспомогательным инструментом изучения личности ребенка. Неуверенность в себе, проявление агрессивности по отношению к близким людям, повышенная тревожность, замкнутость и стеснительность могут свидетельствовать о наличии страха у детей. Сталкиваясь с подобными запросами от родителей дошкольного и младшего школьного возраста, я всегда рекомендую использовать сказкотерапию и рисование. Что касается рисования, то совместные рисунки могут помочь в борьбе со страхами. Необходимо выслушать ребенка, понять, чего он боится, какие эмоции и переживания он испытывает. Далее желательно попробовать нарисовать то, чего или кого боится ваш ребенок, использовав за основу словесное описание страха. Как вариант, эмоции ребенка можно нарисовать в форме монстра, то есть дать эмоциям некоторый образ. Главная задача родителей – сгладить явные негативные черты страха и придумать своего рода оправдание всем страшным деталям. Если у монстра, которого рисуют большие глаза или руки, то оправдание может послужить то, что живет он в темноте и не выходит на свет. А когда ты сам в темноте, ты же широко открываешь глаза, правда? Для этого можно использовать любые подручные средства – карандаши, краски, мелки или даже пластилин. Мы попробуем сделать нашего монстра смешным с помощью обычных клякс. Для этого нам потребуются пипетки, краски, трубочки от напитков и наш монстр. Итак, приступаем. Если вы понимаете, что страх у ребенка достаточно сильный и даже во время рисования он испытывает негативные эмоции, мой совет – обратиться к специалистам, где вам окажут квалифицированную помощь. Поскольку детские страхи, как правило, сами не проходят и с некоторыми людьми остаются на всю жизнь. А на этом у нас все. Рисуйте как можно чаще с вашими детками и у вас обязательно получится одолеть всех ваших монстров. Вот и пролетел первый летний месяц. В этом году у многих моих знакомых нарушились планы на отпуск. Обычно школьники уезжают в конце мая к бабушкам, в детские лагеря и с родителями в санатории. А в этом году разъехались в конце июня, а многие вообще остались в городе. Замечено, в Губкинском летом становится людей на улицах меньше. А вот животных наоборот больше. Но не все собачки и кошечки, которых мы видим на улицах, бездомные. У них есть хозяева, просто они уехали, не взяв с собой пушистиков. Так поступать, конечно же, нельзя. Если вы завели животное, то должны понимать, что ему нужна забота, внимание и ваше время. Это не игра. И от четвероногого друга нельзя просто избавиться, когда он вам надоест. Тему брошенных животных продолжит Вячеслав Привезенцев. В детстве мы слезно упрашиваем родителей купить нам пушистика, котика или собачку. А наигравшись, мы перестаем о питомце заботиться. Когда у людей пропадает интерес, то и питомец может пропасть. Убежать или, что еще хуже, быть оставленными, собственными, ранее заботливыми хозяевами. Именно так домашний питомец и становится бездомным. Так и мой недавний рыжий знакомый остался без крыши над головой. Но ненадолго. Его нашли и принесли в приют. Сейчас у него есть все, что необходимо для жизни. Вода, еда, дом. Но нет любящих хозяев. И таких котов и кошечек в приюте немало. У всех своя история, трогающая до слез. Жалко, что нам о нее так и не смогут рассказать. Все животные бездомные только от рук человека. То есть, если даже котята родились на улице, их мама в любом случае была выкинута человеком. От одной кошки могут оплодиться до сотен котят. То есть, каждый год она может по два-три приплода приносить. Допустим, пять котят родила, эти пятеро еще размножились. Например, вот эти крошки, которых нашли на дачах. Чем они провинились? Почему у них нет дома? Куда делась их мама? И был ли у них хозяин? За полгода работы службы отлова на территории города и дачного поселения поймано более 150 собак, которые были определены в приют. Которые непосредственно находятся в приюте Доброе сердце. Большая часть их не подлежит никогда в жизни выпуску, потому что именно приют Доброе сердце подбирал собак, которые были ранены. Это ДТП, у нас попадала собака со стрелой в голове, у нас есть собака глухая, есть одноглазая собака, есть полупарализованная собака, есть такие собаки, которые здесь сидят на протяжении всех своих, вот как мы организовали приют. То есть, такая собака тоже уже не подлежит выпуску. Она просто не сможет сама себя прокормить. Конечно же, бездомные животные нуждаются в помощи, заботе и ласке. А еще в уважении. Ведь мною было не раз замечено, как дети, а порой даже взрослые люди издеваются над ними, лишь потому, что те не смогут дать сдачи. Рада, Бим, Черничка. Они однажды уже столкнулись с человеческой нелюбовью, но по-прежнему в их глазах надежда, что все-таки они кому-то нужны и однажды за ними придут. Это, наверное, не ответственность людей, которые пренебрежительно относятся к животным, которые не осознают всю ответственность, что животное – это такой же член семьи, это такой же друг, которого нужно любить, ценить, уважать и ухаживать за ним. Залина – волонтер, который не пройдет мимо беды. Она часто помогает людям, животным и приюту доброе сердце. Девушка говорит, добрых дел много не бывает. Я считаю, что животное – это неотъемлемая часть нашей жизни, что животное – это друзья людей, такие же члены семьи, и животное, которое брошено, им нужна помощь. Я помогаю лично и помогаю своим волонтерским отрядам «Доброход». Мы с ребятами организованно собираем корма, собираем лекарства, собираем любую помощь и помогаем приюту доброе сердце. Вы тоже можете помочь бездомным животным. И не обязательно для этого нужны деньги. Можно продуктами, а можно поступками. Например, на страницах социальных сетей приюта много постов, под которыми вы можете поставить лайк. Историю собачки или кошечки узнают все ваши друзья. И, возможно, на одного бездомного животного станет меньше. Истории для соцсетей пишет Елена Миронова. По русскому сочинения, конечно, пять были, но на самом деле, когда животных уже просто тысячи прошло за эти пять с половиной лет, это на самом деле тяжело. И где-то приходится искать синонимы, где-то нужно взять животное домой, чтобы получше узнать, может быть, какие-то дополнительные характеристики. Конечно, кошечки и собачки в приюте не отличаются породой и не имеют родословной с печатями. Они зачастую дворняжки, но это не значит, что они существа второго сорта. К слову, не раз было замечено, что такие собаки по интеллекту, охранным качествам и верности людям ничуть не уступают своим титулованным собратьям. Помните это, когда просите родителей купить вам дорогую породистую кошку или собаку. Может, лучше взять верного друга из приюта? Летом можно стать волонтером, помогать животным в приюте. Но не все же время проводить пустую. Нужно ценить каждую свою минуту и желательно приносить пользу окружающим. Вот прямо сейчас и отправимся на опрос у юных губкинцев. Узнаем, чем они занимаются этим летом и сколько полезных дел переделали. Я хотел прочитать все, что нам задали в школе. Еще я хочу научиться делать трюки на велосипеде. Как ты думаешь, у тебя это получится? Ну да, лето еще впереди все. Еще два месяца. Этим летом я помогу своим родителям с уборкой и ремонтом. Я планирую все лето помогать большой семье с детьми, помогать им готовиться к школе и готовиться к ВПРам в сентябре. Летом я собираюсь гулять, помогать пожилым людям, не знаю, там, ездить на рыбалку на выходных, заниматься тренировками. Я скоро в отпуск уеду, гулять буду каждый день, конечно же. Не в телефоне сидеть, я гулять буду. Помогать маме, помогать брату, в огороде копаться со всеми месте. Буду кататься на скейте в парке. Буду все делать. Я вот решила, что этим летом непременно научусь готовить вкусные торты. Всего-то надо найти рецепты. Для этого подойдет интернет, купить продуктов и запастись терпением. Может сразу не получится, но я буду стараться. Желаю и вам, ребята, чтобы все ваши желания исполнялись. И чтобы вы были самыми счастливыми на свете. Хороших вам каникул, отличного настроения и солнечных дней. До встречи в сентябре. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok